Я знаю, самый любимый мой уроженец города Уфы Юрий Леонт Шевчук. Шевчук жил прямо напротив меня, у тебя здесь в Украине. И я всегда люблю собирать высказывания великих людей, присваиваться к себе. Поэтому, когда мне говорят, что я звезда, я вспоминаю всегда высказывания Юрия Леонтка Шевчука, я не звезда, я месяц. Иногда я ссылаюсь на него, иногда нет. Но он, конечно, вот сейчас покинул Уфу. Это очень очевидно, много-много лет, как он сюда приезжает, очень редко ехать. Ну, мне кажется, что он просто скучно, это понятно, потому что давайте создадим политические условия, чтобы он приезжает все почаще. Я готов в это инвестировать, собственно, силу и энергию. Я попытаюсь эту идею развлечься. Потому что есть ощущение, что его обиделились, когда он езжал из Уфы. Нет, но его обидел он в Юрском комсомоле. Нет, ну я про это и говорю, да, и потом вот он... Но Юрий Леонт сейчас не закомплексовывает, поэтому... Это он никогда не помнит. Нет, ну он очень любит, кстати, Уфу, для друзей. Он приезжал здесь, у него группа метод. Ну, из первого состава он приезжал и очень хорошо получил. Он такой очень человек, такой цельный. Ну, оторвал уже давно. Ну, можно это, если хорошо поговорить с Юлиановичем, я не вижу проблем. Ну, надо правильно найти правильный подход к этой проблеме. Как всегда, собственно, есть важнейший принцип. Ну, он приезжает раз в два-три года, да. Идать его там... Однажды даже его пытались приглашать там властью. Нет, это не принялся. Нет, это совершенно не то, что... Какая-то тут была... Ну, тут как раз нужно Альтерс какой-то, ну, нужно чтобы он приехать сюда, да-да-да. Там какая-нибудь может быть, да? Потому что Юлианович приезжает в власти и правильно делает, как и я. Ну, во многом, да. Понимаете, я не сравниваю себя с Юлиановичем, он гений, а я никто. Но... Пацаны... Но... Система мотивации к чему-то не будет быть во власти, мне хорошо понятно. Я же не во власти. Хотя, поверьте мне, что... Если бы я хотел, то можно, но было бы мне легко занято империумовскими. Судя по вашей биографии, да? Да, ну... Вообще, Юлианович мой любимый опыт на втором месте, собственно, на Иерархии. А на первом месте Виктору Робертовичу Цоя. А, вот пока. Да, но Виктор Робертович уже умер, а Юлианович сейчас жив, поэтому мы сегодняшний день в Накару. Да, я знаю все это снизусть. Если хотите, могу их исполнить. Но, к сожалению, у меня очень плохой голос, поэтому вам это не понравится. Ну, вот Виктор Робертович, у нас тут есть варианты, где узнать, поскольку у нас есть книжек полный таблиц. Ну, что, после этого и дойдет. Нет, я говорю, чтобы не оскорблять от честной нравственности, и чтобы не создавалось впечатление, что человек приехал из Москвы, хочет унизить Уфу, я исполнять песни Юлиановича не буду. А давайте лучше дождемся, по-прежнему, он сам. Ну, у нас да. Вот, кстати, извините, перебью, мы мюзик-холл Дмитрий Шак приглашает, сейчас написал вечером. Ну, мы с Дмитрием Королем это обсуждали, там вопрос ключа, который нам нужно передать. Так что это, вот я имену, пеняю. Я пока не знаю, что имеется в виду, но долгие годы жизни научили меня и не сдавать вопросы. Еще у нас есть Зимфиро. Это наша большая гордость. И каждый приличный Уфимец считает своим долгом сообщить, что он вместе с ней играл в переходе на гитаре. Ну, слушайте, это общемировая конденция. Все учились с Нюхом Джеггером. Все с ней играли, все с ней пили, значит, курили что-то. Хочу сразу подчеркнуть для аудитории Республики Башкортостан, что я не знаком с Зимфиро Долгатой Ромазонной. Я тоже в редкий случай, я с ней не играл в переходе. Я просто ни с кем не играл. Я ее несколько раз видел, но издалека на публичных репрезерах. Ну, Зимфиро тоже, кстати говоря, нас покинуло в любом смысле. Ну, она так приезжает, конечно, но достаточно. У меня есть влиятельность, влиятельные ее друзья. Наши общие влиятельные друзья. Если она как-то повлияет на поведение Зимфиро Долгатой, может быть, мне это удалось. Я боюсь, что на нее очень влияет, пускай она сама захочет. Да-да-да. Так что, да, земля башкирского богатая, талантливая. Но все они слижают. Я даже не могу сейчас, знаете, главное, политическая проблема России, в том, что я не могу попасть на концерт реперак Семирона в Москве. Причем я поставил на уши всех. Я даже не выделил кого, чтобы мне это не выделило дешевым государством. Но только президент Кусу пока остался в стороне этого вопроса. Пока не участвует в получении билетов. Да. И никто не может достать мне билеты, добыть мне билеты на концерт реперак Семирона. Это, знаете, такие вещи полезны, потому что они ставят тебя на место. Калибруют его самооценку. Причем я не знаю, что это оттуда. Ты понимаешь, что Грифер Семирона – это мегазвезда, а ты никто. Так, мы поехали тогда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!